В этом году я решила снять ролики, как я сажаю семена. Я решила использовать несколько способов. Первый способ я посадила в яичных лоточках. Но мне с одной стороны повезло, с другой стороны нет. Я это делала буквально перед ливнем. Я сложила эти семена в лоточки. Насыпала немного хорошей земли, где росла крапива с песком. В общем, земля хорошая, плодородная. И туда в лоточки опустила незамоченные семена. И прикрыла хорошо, я прикрыла, иначе бы всё смыло бы дождём. Я проверяла сегодня, посмотрела. Ничего, ни землю, ничего не смыло дождём. Так что это первый эксперимент уже, как говорится, заложен. Не на грядки эти положила, вот эти лоточки, а они вот перед дверью, чтобы мне было удобно. Вышла, посмотрела. А когда уже проклюнутся, тогда уже на грядки посажу. Потому что грядки ещё не подготовлены. Я ещё думаю, как расположить грядки вдоль дома или поперёк. Короче говоря, надо ещё смотреть. Вот это второй способ. Значит, второй способ. У меня вот три вот таких пакетика. Они уже, как говорится, старые. Чёрт не знает, когда приобретены. А, в 2013 году. Вот. Так что семена уже старые. Я решила их немножко оживить. Буду в горячей воде замачивать и смотреть, чтобы вот эту всю эфирную оболочку снять. Показывать я не буду, потому что все знают, как это делать. В интернете полно. Я насыпала в носовой платочек все семена вот с трёх пакетиков. Пакетики уже старые. Вот. И решила, это будет второй способ. Далее я прекращаю показывать. Ещё будет несколько способов. Потому что я посмотрела в интернете столько интересных способов. Я хочу использовать все их, которые мне понравились. Я потом сниму ролики. Ну, вот это второй способ. Значит, первый способ в лоточках. Второй способ замачивания в горячей воде, чтобы снять эфирные масла. И вот, я думаю, что это будет очень хорошо. И вот, я думаю, что это будет очень хорошо. И вот, я думаю, что это будет очень хорошо. И вот, я думаю, что это будет очень хорошо. Продолжение следует...